Около пяти утра 29 марта в Оржеве, с территории воинской части, вооружившись автоматом Калашникова, сбежал старший сержант Денис Белоусов, проходящий контрактную службу воинской части в Ржевском районе. Сразу после побега по тревоге был поднят личный состав части. Военным оказывали содействие работники полиции. Правоохранительные органы совместно с Министерством обороны Российской Федерации принимают необходимые меры для задержания военнослужащего контрактной службы, покинувшего воинскую часть, расположенного недалеко от города Ржево Тверской области. К 9 утра стало известно, что тело контрактника нашли в лесу недалеко от военного городка Ржев-3. Оружие находилось рядом. По нашим данным, накануне ночью Денис Белоусов, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен сотрудниками ГИБДД в городе Ржев. Молодой человек находился за рулем в нетрезвом состоянии. На него был составлен протокол. По имеющейся информации, это не первый случай, когда Денис управлял автомобилем пьяный. На него уже составлялся протокол, и за повторное вождение автомобилем в нетрезвом виде водителю грозило возбуждение уголовного дела. Якобы после этого случая Белоусов пришел в часть, где проходил службу по контракту, и вооружился, и сбежал. На месте работает комиссия Западного военного округа. Известно, что военнослужащий проживал в Оржеве. Подробности выясняются. Как мы уже сообщали, 26 марта в Твери в ходе проведения доследственной проверки обнаружено тело 27-летнего Никиты Мельникова. 16 марта молодой мужчина вышел из дома и бесследно исчез. В результате поисковых мероприятий, проводимых следователями и криминалистами Следственного комитета, сотрудниками ОМВД, МЧС, Росгвардии и волонтерами, тело с многочисленными телесными повреждениями нашли в заброшенном здании, расположенном в московском районе города. Была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что причиной смерти мужчины стала сочетанная травма головы и конечностей тела. В связи с тем, что тело обнаружено в значительном отдалении от жилого сектора, в промышленной зоне, и имеющейся информацией об отсутствии у мужчины заболевания, которое могло обусловить его скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве, у следствия имеется основание полагать, что в отношении Мельникова было совершено преступление. Для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех, без исключения обстоятельств гибели Мельникова, московским межрайным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса убийства. Расследование продолжается. Тем временем продолжаются поиски еще одного пропавшего молодого человека – Александра Георгиевича Четверкина. 21-летний Александр пропал 7 марта, ушел из дома и не вернулся. Объявление с просьбой о помощи по городу разместил отец пропавшего – Георгий Четверкин, глава Каблуковского сельского поселения. Заметим Никита Мельников, младший брат известного тверского бизнесмена, депутат собрания депутатов Калининского района Даниила Мельникова. 28 марта пролетарский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство следователя регионального следственного комитета и избрал в отношении жителя Подмосковья, 98-го года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне в следственные органы Следственного комитета России поступило сообщение о совершении на детской площадке в пролетарском районе Твери в отношении маленькой девочки преступления сексуального характера. По данному факту, Заволжским международным следственным отделом города Твери СУСК России возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки в результате грамотного взаимодействия следователя СКР и сотрудников ОМВД был установлен и задержан подозреваемый. В качестве оперативной необходимости мы обращаемся ко всем, кто мог стать жертвой человека, подозреваемого в совершении преступления. Если ваши дети попали в подобную ситуацию, звоните в полицию. Ваша информация необходима следствию. На этой неделе, 27 марта, сотрудники Росгвардии отметили очередную годовщину образования службы. Торжественное собрание прошло в зале областной филармонии. На честовании росгвардейцев присутствовали представители власти и руководители правоохранительных структур. Лучшим сотрудникам вручены награды. 5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создан новый орган федеральной исполнительной власти, Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Образование и становление Росгвардии опираются на отечественный исторический опыт функционирования структур, выполнявших правоохранительные задачи, а также задачи в области обеспечения государственной безопасности и обороны страны. Вооруженные формирования, предназначенные для поддержания порядка, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны объектов, являются необходимым атрибутом государственной власти. Первоначальным военизированным органом правопорядка в России была внутренняя стража. Непосредственно предшествующей Национальной гвардии формированием являлись внутренние войска МВД России, созданные в 1992 году. В состав войск вошли все бывшие формирования внутренних войск МВД СССР, дислоцированные на территории РСФСР. Создание Национальной гвардии произошло в рамках реформы совершенствования работы правоохранительных органов России. Среди основных задач нового формирования – борьба с терроризмом и экстремизмом, в том числе на Северном Кавказе, охрана общественного порядка и защита важных государственных объектов. В состав Росгвардии, согласно указу, включены подразделения ОМОН, СОБР, Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, вне ведомственной охраны подразделения лицензионно-разрешительной работы. Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Тверской области возглавляет полковник полиции Павел Калантаевский. Сотрудники и военнослужащие Федеральной службы войск Национальной гвардии по Тверской области добросовестно и с честью ежедневно выполняют свой служебный долг. К сожалению, часто с риском для жизни. Большинство наших сотрудников удостоены государственных наград и имеют статус ветеранов боевых действий. Мы бережно относимся к славным традициям нашей Родины, сохраняем преемственность поколений. На большом жизненном и боевом опыте наших ветеранов учим молодое поколение настоящих и будущих патриотов мощной России. Национальная гвардия – это войска особого назначения. Нам по плечу выполнить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим и Директором Федеральной службы войск Национальной гвардии, чтобы обеспечить защиту нашей страны от внутренних и внешних угроз. А наши соотечественники заслуженно чувствовали себя в полной безопасности. Продолжение следует...